Хотя бы в таком удаленном варианте. Ну, наша работа с вами продолжается, хотя и несколько в ином совершенно режиме, нежели как мы с вами привыкли общаться ранее. И если учесть, что все, что не делается, только к лучшему, то вы понимаете, в замечательное время мы с вами попали. Ну, что нас ждет в этом году? Мы продолжаем и в 10-м, и в 11-м классе изучение истории в течение трех часов. Я еще раз напоминаю вам, что это наш региональный вариант, а школы России далеко не все имеют эти самые три часа. Что нам даны были методические рекомендации в прошлом году, на основании которых мы с вами и наполняем содержанием именно вот эти лишние часы, которые нам даны и в 10-м, и в 11-м классе. Я напоминаю вам, что линейка в этом году заканчивается 11-м классом. В прошлом году мы последний раз выпустили с вами 11-е классы, которые занимались еще по прежней системе, и больше у нас концентра нет. Теперь у нас сплошная линейка с 5-й по 11-й класс. Я хотела бы обратить ваше внимание на тот факт, что в 10-м классе мы заканчиваем с вами событиями начала Холодной войны, и затем переходим, значит, к продолжению изучения истории уже в 11-м классе, начиная тоже с этого же периода и до наших дней. Я хотела напомнить вам, что по обществознанию фактически у нас нет таких никаких крупномасштабных перемен, кроме того, что в 5-м классе мы теперь в рамках учебного плана школьного не ведем больше обществознания, а начинается этот курс изучения с 6-го класса. Но некоторые школы, которые имеют возможность такую и хотят этого, они все равно в 5-м классе обществознания дают, но уже обязательным преподавание обществознания в 5-м классе не является. Какими нормативными документами мы пользуемся? Мы, естественно, пользуемся с вами, прежде всего, законным образованием, естественно, программами основного общего образования. Общего образования уже в старших классах – это для нас, так сказать, самые главные документы. Естественно, мы не забываем, очень хорошо изучив, использовать в повседневной практике историко-культурный стандарт. И, естественно, те рекомендации, которые мы получаем от комитета образования, и предыдущие годы они посылались по школам заместителям директоров, а в этом году таких вот специфических, так сказать, рекомендаций не было. Кроме тех рекомендаций, которые были вам отправлены, ну, те, у кого у меня была почта, значит, я отправляла индивидуально, и в то же время это дублировалось и замом школьным. И речь шла о тех, значит, коррекционных моментах, которые связаны у нас с преподаванием истории в новом, так сказать, удаленном варианте. Потому что очень хорошие были нам даны там рекомендации, говорилось о том, какие темы нам с вами нужно еще повторять из того, что выпало на четвертый учитель. Также по обществознанию отправляла я по школам и по почте учителям варианты преподавания обществознания для профильных классов. Ну, а там, где универсальный профиль, там, где нет такой необходимости профилизации, там ведется обыкновенный базовый курс двухчасовый. Ну, я надеюсь, что вы уже разобрались со всеми вот этими инновациями и знаете, что в основной школе, то есть с пятого по девятый класс у нас теперь называется наш предмет «История России. Всеобщая история». Хотя мы с вами привыкли, что это название курсов. И в десятом-одиннадцатом это так и осталось названием курсов. А предмет называется в учебном плане «История». Итак, с пятого по девятый наш предмет теперь называется «История России. Всеобщая история», а в десятом-одиннадцатом так и называется «История». Вы, конечно, удивлены, потому что в пятом классе у нас нет «Истории России». Ну, таковы, так сказать, правила игры. Что касается «Учителей истории», я хотела бы еще раз напомнить вам, уважаемые коллеги, но напомнить это нашим, так сказать, старожилам нашего района. А вот у нас достаточно много в этом году вновь прибывших учителей из различных других регионов, и я бы хотела им наоборот, так сказать, в качестве уточнения дать такое напутствие. Уважаемые коллеги, не забывайте, пожалуйста, что наш предмет, его главная функция – это воспитание. Значит, наша основная задача учителям истории, такая просьба от меня, пожалуйста, не забывайте, что ваша основная задача – воспитывать через предмет. Для этого уроки истории должны быть эмоциональными, интересными для ребят, придумывайте какие-то для них такие вот подходы к началу занятия, чтобы их заинтересовать, и можете использовать в качестве примера хотя бы те телеуроки, которые сделали наши учителя в четвертой четверти, и они на сайте ЕМЦ у нас есть. Ну, это не значит, что мы должны точно так же дублировать и повторять, но попробовать себя в новом качестве можно, и, во-первых, вам это хорошо, потому что вы новые, так сказать, для себя откроете, откроете новый вид деятельности, ребятам вашим интересно, потому что одно дело слушать там чьи-то лекции, значит, записи неизвестных авторов, а другое дело увидеть урок, приготовленный, живой такой, интересный, приготовленный самим учителем. Тем более, что учитель лучше знает, на что его дети будут обращать внимание, что они лучше воспринимают, и, конечно, это очень полезные вещи. Поэтому еще раз отправляю вас к нашему сайту ЕМЦ, вы можете там нажать, значит, в меню посмотреть, где телешкола, и там есть уроки истории. Наших учителей сделаны в период удаленного нашего, нашей удаленной работы. Ну, перейдем теперь непосредственно, сейчас, минуточку еще, к тому, что же я хотела, так сказать, сказать вам, используя презентационный материал. Я сегодня, в общем-то, собираюсь с вами очень коротко осветить наши задачи, буквально в течение 15 минут, а вот основную, значит, информацию хотел бы предоставить нашему, так сказать, другу-сподвижнику, который много лет в нашем районе рассказывает нам о том, как нам готовить ребят к ОГЭ и дает нам очень полезные, отличные, известные вам методические пособия. Это Константин Олегович Битюков, кандидат исторических наук, доцент кафедры социального образования Санкт-Петербургского АПО СПБ, и, значит, предоставить ему слово вот по истечении этих 15 минут, которые я запланировал, чтобы кратко пояснить вам, что мы сделали и что дальше будем продолжать делать. Потому что то, что нас ждет в этом учебном году, есть не что иное, как продолжение того, что делалось и в прошлом. Ну, теперь мы презентацию переходим к нашей. Это, да, 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 все вот это. Ну, во-первых, какие основные задачи мы решали? Они перед вами. Это активизация применения учителями истории общества знаний педагогических технологий, деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных результатов. Это все, так сказать, решалось в ходе проведения наших методических совещаний, консультаций различного уровня, занятий в студии для новназначенных учителей, семинарских занятий, анализы конкурсных, открытых уроках. И вот вывод таков, что, да, мы используем инновационные приемы и технологии, однако системным это назвать нельзя. Значит, над этой тематикой будем продолжать и дальше. Тем более, что у нас был и семинар районный, когда мы с вами знакомились с опытом преподавания учителей 505-й школы, 505-й гимназии, где нам показывали, так сказать, реальное использование сингапурских методик. Прочитать об этих методиках можно в интернет, достаточно много материала. И, пожалуйста, мне бы хотелось в этом учебном году на открытых ваших уроках видеть все-таки использование вот этих интересных современных методик, или как они их там называют, технологиями. Потому что, ну, сейчас это интересно, это актуально, и гораздо интереснее, чем использование презентации не самой лучшей в течение всего урока, когда учитель там ее озвучивает, а дети, так сказать, за ним все это записывают. Вы видите, что сейчас учитель скорее выступает в роли тьютера все-таки в сегодняшних своих занятиях. Его задача – организовать работу ребят. Конечно, не всегда, естественно, лекционные темы тоже нужны, но злоупотреблять ими тоже не следует. Я хотела бы обратить ваше внимание, какие методические совещания способствуют, так сказать, вот этому нашему продвижению. Ну, во-первых, вот сегодняшние, понятно, мы, так сказать, основные направления на митинг. Естественно, что более подробно о каких-то там новациях я буду вам сообщать через электронную почту и пересылать вам по электронным вашим адресам какую-то новую информацию, конкретную, потому что вы понимаете, что запрещены сейчас вот такие наши активные, так сказать, мероприятия многомассовые. Естественно, нас ждет планирование работы нашего районного методобъединения учителей на второе полугодие, когда мы подкорректируем, так сказать, наши задачи. И, кроме того, естественно, итоговый анализ нашей работы. Я хотела бы сказать о том, что мы в прошлом году наметили с группой учителей, значит, вести совместную, так сказать, работу с историческим парком «Россия. Моя история». Они получили от меня методические материалы и, соответственно, получили задание продумать сценарий проведения собственного урока по примеру того, что вот в этих методических рекомендациях есть. Поэтому в этом году у нас это планировалось на октябрь, такое мероприятие с методистами исторического парка, но в современных условиях, наверное, тут это придется передвигать, но это не значит, что мы эту тему забыли, а это значит просто, что пока вы работаете самостоятельно, а потом мы с вами тоже, так сказать, в удаленном масштабе будем общаться на эту тему. Далее, значит, семинар, который еще у нас запланирован, это семинар на базе 509-й школы, это семинар для учителей истории общества знаний «Методические подходы к формированию культуры исследователя в проектной деятельности обучащихся». Он запланирован на январь. Если будет возможность уже, так сказать, очно проводить его, значит, проведем на базе 509-й. Учителя готовы нас встретить и показать свой опыт работы в этом направлении, но если не судьба, значит, тогда будем проводить его тоже в каком-то удаленном варианте. Кроме того, как я уже сказала, значит, вот те, кто все-таки уже четко определятся из вас, ну, я имею в виду, прежде всего, тех, кому нужно показывать открытые уроки, и для каких-то там школьных семинаров, или там вы аттестуетесь, и вам нужно показать эти уроки. И, кстати говоря, очень хотела бы попросить вас все-таки к аттестации начинать готовиться заранее, а не в последние две недели выяснять, сколько баллов вам еще не хватает для того, чтобы эту папку благополучно сдать. А то как-то странно это выглядит, к сожалению, когда мы 4 года как-то вот все время думаем, что все у нас хорошо, а потом выясняется, что хорошо, но не очень. И, соответственно, использовать вот эти самые сингапурские методики на уроках истории общества знаний, о которых я сегодня уже вам говорила. Потому что просто обидно будет и неинтересно, если мы пришли и посмотрели, причем все сказали, что очень интересно и хорошо, и да, использовать в работе, и все. И на этом мы все остановимся, и больше никто к этой теме не вернется. Это как-то совсем нехорошо. Поэтому, пожалуйста, примите в сведению и очень прошу вас, кстати говоря, что касается аттестации, которая у нас пока еще, так сказать, ни в какой форме не изменилась. Присылайте мне по электронной почте заранее, значит, сведения о себе, что вы собираетесь пройти аттестацию конкретно там в этом или в следующем году, и что бы вы хотели показать на район, или я могу вам предложить тогда, что нам хотелось бы в районе от вас получить. Значит, поэтому в этом плане давайте связи не терять. Естественно, молодые педагоги будут в этом году также, так сказать, со мной консультироваться. Ну, во-первых, они, конечно, могут и приходить очно, потому что приходят люди, и к нам методический центр, и это не возбраняется. Другое дело, что это не должно быть массовым явлением, поэтому сначала лучше со мной созвониться, и по понедельникам у нас вот такие консультации, они остаются для молодых педагогов или для тех, кто аттестуется, но только с заблаговременной записью. Что касается индивидуальных консультаций. У нас в плане теперь стоит, в плане у нас стоит сейчас, значит, задача вот вести эти консультации вот таким новым способом, через предварительные, так сказать, вопросы в форме записей, записи по Google форме. Значит, в плане сентябрьском у нас есть, там, где пункт индивидуальной консультации, там есть ссылка на Google форму. Вот запишите коротко суть вашего вопроса, я эту таблицу смотрю каждый день и, так сказать, отвечу вам или попрошу там прийти на очную консультацию. Если это не требует там каких-то очных встреч, то отвечу, значит, вам так, напишу или по почте, или там позвоню и скажу, что могу вам, так сказать, посоветовать в данном случае. Поэтому консультации у нас продолжаются, но просто немножечко в другом формате, в каком именно я сказал. Что касается конкурсов, которые у нас были в прошлом году, и вы видите результаты этих конкурсов, у нас очень хорошее было выступление у учителей в прошлом году. К сожалению, не все у нас конкурсы завершены были, вот в частности фестиваль открытых уроков, он, так сказать, только частично у нас, только частично прозвучал, а остальные не успели выступить, потому что уже тут нас отправили, так сказать, работать удаленно. Ну, я хочу сказать, что вот Константин Олегович, которому я скоро это слово предоставлю, он вот хорошие нам советы дает, в частности, предъявляя свое педагогическое кредо. Нехватки времени не бывают, бывают неверные приоритеты. Поэтому расставьте, пожалуйста, приоритеты грамотно, чтобы больше с нами не случилось таких подобных, мы хотели-хотели, готовились-готовились, и тут что-то случилось. Случиться может всегда что-нибудь, поэтому надо стараться побыстрее реализовать то, что нужно реализовать. Соответственно, я уже сказала, что у нас вот хорошие очень результаты показали наши учителя, вы видели какие. И кроме того, естественно, что ваша работа, она проявляется и, естественно, в результатах ВПР, и мы должны с вами показывать как-то все, что я, желательно, хорошие результаты. Ну, что касается сентябрь, октябрь, то, что нам, так сказать, тут будет велено делать, ну, люди как-то одни нервничают, другие никак не нервничают. Почему? Потому что считается, что тут отметок не будет, и, так сказать, нужно просто показать, ну, значит, просто-напросто показать себя и... и показать результаты, которых достигли ребят вот за прошлый год. Соответственно, ну, графики составляются в школах, а вот это администрация до вас, до вашего сведения, наверное, уже довела. Но я хотела вас предупредить, что вот что касается общества знания в 10 классе, тут пока еще ничего ясного до сих пор пока нет, потому что я только сегодня, опять же, консультировалась по этому вопросу с Александровой Светланой Владимировной, которая этими вопросами занимается на кафедре социального образования в АПО. Ну, единственное, что здесь может быть ясно, то, что не было ОГЭ в этом году по обществу знания, и, соответственно, видимо, вот это, так сказать, способ посмотреть, так что же все-таки ребята за основную школу подготовили, что они знают и так далее. Но конкретно, что будет здесь нужно подготовить, пока еще, так сказать, материалов таких нет. Мы можем только смотреть по прошлым годам на сайте ФИПИ, ИОКО, и, значит, ждать, так сказать, дальнейших указаний наших. Но, что касается вот работы с молодыми специалистами, я уже говорила, что она будет продолжаться, и на этом сайте, здесь вот, на этом вот файлике вы видите, вы видите, что у нас были учителя, которые очень активно занимались, результаты эти тоже, так сказать, себя давали знать, и я надеюсь, что в следующем учебном году мы эту работу будем продолжать. Что касается результатов ЕГЭ, ну вот, вы видите, что мы имеем, значит, история, ну, у нас, видите, сравнительная таблица, мы сравниваем, значит, баллы нашего района и города. И здесь вы видите на экране, какие школы показали лучшие результаты. У нас много 11-ти бальников по истории в этом году и ребят, которые, значит, набрали от 90 до 100 баллов. По обществознанию поскромнее, тут у нас один только 100 балльник, а что касается ребят, которые набрали от 90 до 100 баллов, ну, традиционно школы 369-й лицея 548-я, которые всегда показывают хорошие результаты по обществознанию. Ну, есть школы, которые тоже, так сказать, у которых выпускники тоже получили хорошие результаты, но там поскромнее результаты просто. Два человека, один. Я выбрала только те школы, где самое большое количество, 5-4. И, конечно, с одной стороны, это замечательно, что у нас вот с такими высокими баллами в этом году выпускники заканчивают, но с другой стороны, это было, конечно, и проблемно для ребят, у них сразу же повысились те цифры, так сказать, которые нужно было показать при поступлении. поэтому некоторые рассчитывали на одни результаты, а потом выяснилось, что им баллов не хватает. Поэтому тут, в общем, жизнь, так сказать, она нам все время предъявляет разные какие-то сложности, которые, ну, что делать, надо уметь преодолевать. Конечно, если мы будем поддерживать своих одаренных ребят, то и, так сказать, это будет хорошим, хорошей нашей помощью им. Вот, смотрите, значит, олимпиадное движение наше. Естественно, что, ну, тут вы видите цифры, вы видите школы, которые, значит, принимали участие уже в региональном этапе. То есть, в городе показали хорошие результаты, вы видите номера этих школ, три олимпиады, это право, общество знаний и истории. Вот, но я хотела бы обратить ваше внимание вот на какой момент. В этом году мы по поводу школьного этапа, тут фактически остаются методические рекомендации прежние. Значит, основная, тут, основная, может быть, какая-то перемена только в том, что эти задания не должны превышать 60 минут. Значит, для старших классов не будет у нас больше таких заданий по достаточно большому количеству времени. Соответственно, мы и задания мы тоже сократим. У нас олимпиады будут проходить с 21 сентября в районе, график уже школы получили, история 21 сентября, школьный этап, 25 сентября, право, 30 сентября, общество знания. И со школьным этапом более-менее все ясно. Единственное, что, конечно, особой массовости, как вы понимаете, я думаю, что мы тут ни от кого, так сказать, требовать не можем. Ну и надо, наверное, как-то вот это тоже над этим подумать. Что касается районных этапов, то здесь никто еще не знает, в какой форме мы будем проводить, но живем и видим, как говорится. Еще одна олимпиада, в которой мы тоже активно принимаем участие, это Всероссийская олимпиада по избирательному праву. Нам постоянно наш избирком районный предлагает девятому, десятому, одиннадцатому классам лучшим ребятам принять участие. И вы знаете, вот принимать-то они принимают, но как-то результатов особых мы что-то не очень часто показываем, но зато вот в этом году у нас была просто замечательная девочка из 548-й школы, это Семенова Вероника, которая сумела и здесь у нас победить на городе, и в Москву съездить и во Всероссийском Туре получить призовое место. Поэтому вот все-таки нужно тоже поговорить с ребятами, знать их увлечения и использовать в нужном направлении. Такая же олимпиада тоже будет в этом году проводиться. Я пошлю вам по школам эту информацию и будете вы в курсе всех этих событий. Мы, конечно, планировали, ну это вот основные задачи и методические работы, которые у нас на этот год перед нами ставят жизнь наша. Фактически здесь такого чрезвычайно нового ничего не видите, мы все продолжаем так сказать в системе работать с вами. Что планируется? Ну вот тот семинар, который у нас Шевченко обычно проводит в октябре месяце, тут понятно, это так сказать перспективный план, поэтому пока мы его собираемся провести, но тогда, когда позволят условия. Поэтому, конечно, в октябре его не будет, а когда будет, тогда начнем сообщение. Значит, далее, что касается, о чем я еще тут вам не сказала, это я уже все говорила, о чем мы еще будем с вами дальше вести наши разговоры, так и дела наши, и вот посмотрите по поддержке одаренных участия, что у нас здесь еще планировалось, значит, ну часть я уже объяснила, что нас ждет, а вот что касается деловой игры, которую мы хотели опять в этом году продолжать, потому что ребятам очень нравится, интересно им это участие, но пока тоже в ноябре это проблематично, что будет, посмотрим, получится ли в этом году позже. Очень интересные прислали нам некоторые школы свои проекты, которые выставлены, информация о которых выставлена мною на нашем сайте. У нас на сайте ЕМЦ Красносельского района есть страничка 75 лет Победы, значит, и там есть вот информация от наших некоторых школ. Я знаю, что очень многие школы к этому году готовили свои различные так сказать материалы там и много чего делали в этом направлении, но не все смогли это к нам сюда прислать. Поэтому посмотрите, как эти проекты делали учащиеся под руководством наших учителей. Они все выставлены на этой странице. Очень интересная была тема «Я живу на улице Героя», представленная ребятами 395-го лицея. И я так и назвала нашу конференцию. Если будет возможность, мы ее проведем очно в январе. Нет, значит, также будем проводить конференцию вот, так сказать, в режиме удаленном. Так же, как проводили в этом году. И, в общем-то, неплохо получилось. И на сайте на нашем, опять же, выставлены все эти работы. В частности, районного конкурса «Созвездие проектов» для учащихся «Пятых-Васимых». Мы в этом году тоже их работу показали. Поэтому, значит, все это продолжается, несмотря ни на какие изменения. Так же, как конкурс исследовательских работ старшеклассников, новые имена тоже выставлены на сайте. Вот, в новом, так сказать, формате представлена эта работа ребят. Я, естественно, поскольку сказала, что у меня ограниченное время, и оно уже закончилось, я хотела бы вам посоветовать, чтобы вы как-то собрались силами, перешли на новый такой режим деятельности, и сумели в таких не очень пока нам понятных условиях показывать, несмотря ни на что, свой опыт работы, свой лучший опыт работы, а не просто иногда придешь на урок, там говорят, ну, это мой обычный рабочий урок, но хотелось бы увидеть все-таки лучшее, что вы умеете делать, поэтому я очень вас хочу еще раз призвать к подготовке интересных, содержательных, не просто развлекательных каких-то, хотя такие занятия тоже нужны, интересных, содержательных уроков хочу видеть от вас, тем более, что в школу можно пригласить не то, действительно, открытый урок, просто по договоренности с администрацией, и, естественно, приглашаю вас к активному сотрудничеству со мной, с нашими методистами кафедры социального образования в АПО, ну, а те, кто у нас новенькие в районе, приходите познакомиться со мной, а я с вами познакомлюсь. Ну, теперь мы передадим слово Константину Олеговичу, если он с нами на связи, так, где у нас Константин Олегович? Константин Олегович, у нас сегодня рядом, поэтому он может учиться. Здравствуйте, я тут. Ой, скину. Что за ученик у вас там в руках такой? Или это учитель? Это, я так однажды отмечал 9 мая на Королюте. Ага, понятно. Абсолютно не видно. Ну, мы вас слушаем, пожалуйста, давно не виделись. Да, здравствуйте. Можно я иногда демонстрацию экрана, вот она разрешена. В этот момент. Здравствуйте. Ну, здесь я бы хотел начать, знаете, еще вот с этого диалога. самая Вероника Семенова, о которой вы упоминали, она училась и у нас на курсах эксперты. Вот она 18 августа присылает мне такое. Здравствуйте, Константин Олегович, помогите, пожалуйста, советом с поступлением. Я прохожу на юриспруденцию и в МГУ, и в СППГУ. Решать, безусловно, мне, но нужна профессиональная точка зрения. Что бы вы выбрали на моем месте? Ну, на что, я говорю, если есть деньги, жить, можно и в Москву. Молодец, Вероника, просто невероятно. Спасибо, сказала Вероника, но Гарвард ей не предлагали. Да, это вот выпускница 548-й школы Красносельского района. Медаль, сдача дополнительных ступительных испытаний, 98 по истории, что-то в этом же духе по обществознанию и по русскому языку. В общем, работа, которую проводят учителя и такая звездочка, которая есть. Поэтому наша совместная в том числе работа и района и эксперта образовательного центра она здесь. Не хочу отбирать хлеб у Сергея Владимировича, но кратко это те новости, которые есть. Средний балл по обществу несколько результатов того, что есть и несколько анонсов. Ну, вот, средний балл по обществознанию в этом году чуть-чуть поднялся 59,17 и, в принципе, это лучший результат за все годы, начиная с 14-го, потому что в 13-м году там списывали немножко были слезы варианты, а так это вообще один из лучших годов. Глядя на всю статистику, можно сказать, что те, кто учился, те продолжали учиться июнь, и первая половина июля, и поэтому результаты во многом лучше. Вот в этом году не прошли, пришли на обществознание, но не прошли 1475 человек вот этих пацанов, что в сравнении с прошлыми годами, конечно, чуть-чуть получше. Понятно, что это две средних школы, которые пришли на обществознание, не прошли, а вот мотивация по-прежнему не сработала, то есть средний балл выше, не прошедших чуть-чуть поменьше, но, может быть, подумали. Кстати, скажу, что на профильную математику в этом году не дошло, то есть записывалось 1 марта, но не пришли на экзамен 2,5 тысячи человек. Вот, может быть, и на обществознание не дошли поменьше, и вот эти люди, которые не сдали. Традиционная цифра. Значит, говоря о заданиях с открытым ответом, что поменялось в характеристике этого года, стало западать право. В прошлом году оно было на уровне вместо человеком в обществе, социологии, политологии, и вот право было, ну, таким, самым сложным было экономика. В этом году, как мы видим, право, 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 истолбик во всех группах учащихся, оно стало сдаваться слабее. И, ну, может быть, возможно, это связано с усложнением заданий, не знаю, или, может быть, потому, что прохождение части права в 11 классе легло уже на удаленку. Тут можно гадать, но, так или иначе, если говорить о сдаче первой части, то мы видим, что четко впереди идет во все группу, серенький столбик, это социальные отношения, что неудивительно, человек и общество, и, в общем, неплохо идет политика в этом году, то ли институционные обсуждения к этому подстолкнули, то ли что. В группе среднячков между 60-80 баллами, вот, даже экономика, в общем, выстрелила, но право запало во всех группах. И если посмотреть на сравнение модулей этого и прошлого года, прошлый год синий, а этот год красный, то можно увидеть, что социальные отношения, экономика и политика улучшились, но политика фактически на том же месте, а человек, общество и право, они несколько спали. Поэтому, наверное, одной из тенденций посмотреть на линию права, что там такое случилось. Вот еще любопытная повестка этого года. Очень часто ребята спрашивают после экзамена, стоит ли подавать апелляцию, мы там смотрим месте работы. Ну, из 412 понижено было 12 апелляций, а повышено 127 или чуть больше четверти. Это не к тому, что надо подавать каждую первую работу, вдруг случайно повысит. Нет, конечно, как видите, из 412 минус 156, 300 с лишним, ну, 280 работ, они остались без изменений. Но, тем не менее, вот такая статистика интересна. Вот так выглядело распределение по баллам два года назад, и мы видим, что здесь был средний балл вот в районе 54-55. Вообще, вот это такое более-менее нормальное, что ли, распределение. Скажу вам не по секрету, что подавляющее большинство предметов, за исключением русского и английского языка, и средний балл находятся между 50 и 60 процентами. Ну, нам информатика в 62 выдавалась. Вот, поэтому, в принципе, это такое распределение, кажущееся нормальным. Чуть-чуть влево даже сместилось распределение баллов в прошлом году, в 2019-м. Видите, что здесь там, вот, там, 54 где-то был средний балл. А вот распределение этого года. И мы видим, что вот этот вот график, его средние показатели, они идут вот правее. Неправда средний балл вот здесь вот в этом году в районе 59, не 56, а в районе 59. Ну, мы помним, что все, что слева от 42 баллов вот этого часть, это непрошедшее. Стобальников по-прежнему мало, но в этом году их 14, да. В 15-м их было 9, в 16-м их было вообще один выживший, в 17-м их было четверо, как битлов, в 18-м их было семеро, умерзительная 8-м, умерзительная восьмерка, потом в прошлом году 4-м, и в этом году рекорд, в этом году их было 14, да, наверное, помог вот этот дополнительный месяц. Из-за того, что есть во второй части, ну, по-прежнему самыми сложными баллами остаются там четвертый балл за планы, балл за корректность в сочинении, это по-прежнему самые последние баллы, самые слабые баллы во второй части из всей работы. История, давайте, я чуть-чуть, новая история, значит, если посмотреть на историю, распределение здесь, оно совершенно другое, то ли экзамен стал простым для детей, то ли вот эта страсть к историческим деятелям, вы видите, что справа нет никакого уменьшения, 98 стубальников по истории этого года, это вот общая заслуга учителей, детей, и может быть даже ковида, посмотрите, вообще 80-бальные, 80-бальные и выше вот эта вот часть графика, она выше, чем середина, то есть вот хорошо учащих историю, больше, чем плохо учащих, и я, конечно, рад всех поздравить с этим, вот данные внизу в табличке, которые видны, не прошедших, 5%, даже, что, в общем, средний по всем предметам, там, они, я во всех предметах в районе этого не сдают, больше, только вот у общества знаний и у биологии, даже у профильной математики, там, что-то 9%, но вот кроме общества знаний и биологии и профильной математики, вот это такой средний, средний тестовый балл впервые вылез за 60, 62, 62, раньше такое было, вот русский, который по 6 часов учит с первого класса, английский, где большинство сдающих, это спецшкола, но еще информатика была, литература, сейчас это вот массовая история на массу сдававшая, 22%, взгляните, какой прыжок, 10, почти 14, 22%, каждый пятый сдал за 80 баллов, это, в общем, обалденные результаты, мягко говоря, удивительные, хорошие, шикарные, ну вот это, научились готовить, вот, наверное, история стала податливой, если посмотреть на стубальников, то чуть-чуть зарезано, но в 18-м году их было 8, в прошлом году их было 26, а в этом, как я говорил, их уже 98, четырехкратный рост, это удивительнейшие цифры, и с этим можно поздравить, вот, вот здесь вот средние непонятные может быть цифры по первой части, вот это вот средний балл выполнения по первой части истории, и как это обычно бывает, что мы видим, вот вот здесь вот у нас есть 13, пардон, 13-е, 14-е задание, вот они, 52-42 балла, это карта, вот это 52-96 это атрибуция карты, нужно на карте что-нибудь найти, и еще близко к этому наша традиционная культура, 60 баллов, вот это задание по культуре, 67-68 баллов, тоже там, 4-й, 5-й снизу, это иллюстрация, в общем, честно говоря, глядя на эту часть, кажется, что, ну, в общем, ничего нового, карты, культура и иллюстрации, они являются по-прежнему наиболее вызывающими наибольшие вопросы по истории в первой части, можно обратить внимание, дальше идет распределение, не преодолели, до 60 баллов, слабенькие, 61-80 среднячки, не высокобальники, и можно увидеть, что, например, вот здесь вот, атрибуция карты, вот, она, ну, западает в основном у слабых, вот, 35 ее решила, да, то есть, 65 не решила, вот эта вот часть, по карте из тех, кто слабенький, из тех, кто не прошел, найти что-то на карте и написать вообще никто не смог, вот от слова совсем никто, точно так же и с иллюстрациями, те, кто не занимался этим, те и ничего не смогли, поэтому, ну, так или иначе, эти цифры показывают, что вот этим типом заданий, карте, иллюстрации, культуре, нужно в любом случае уделять внимание для того, чтобы сдать независимо от силы, вот, чуть пристальнее те же самые задания, 13-е, 14-е, 15-е, 16-е, это задания по карте, как видим, неожиданно атрибуция карты к какому веку, к какому правителю относятся, она упала, съехала, и то же самое съехало задание найти что-то на карте, зато остальное контекстное знание, это как бы вот карта, что еще происходило в этот период, вот, оно подскочило в три раза, в общем, какие-то труднообъяснимые понимания, как можно не прочитать карту, как можно не атрибутировать ее по веку и по правителю, как можно ничего не найти на карте, и в то же время сказать, что вот с этим веком соответствует то-то и то-то, да еще шикарно решить тест, который в шести задания, что еще идет после карты, очень такие странные и удивительные моменты, надеюсь, это не связано, не было слышно никаких про какие-то сливы или про какие-то списывания, но вот эти как бы цифры, они показывают, что изменилось, ну вот я не знаю, рокировка такая, раньше 78% было находили на карте, теперь 78% говорят, что еще помимо этого было. Теперь иллюстрации, иллюстрации очень сильно прибавили, несмотря на то, что они на общем фоне остаются там, кажется, слабенькими, но вот два задания по иллюстрациям теперь находятся в районе 68%, было, да, 36 и 49%, что тоже нельзя не признать хорошим и качественным скачком по тестовой части, и хотя по-прежнему, вот если вот это средние баллы за задание, мы по-прежнему видим, что вот эти вот иллюстрации 67-68% они ниже, чем большинство, но это прогресс очевиден, и можно порадоваться и поздравить в общем каждого из нас. Вот, что еще хотелось бы сказать по второй части, больше всего вопросов вызвало, больше всего вопросов вызвало 24-е задание, это традиционные аргументы, которые вызывают массу вопросов, и соответственно именно с аргументами речь, именно говоря об аргументах, мы можем сказать, что вот они как бы они по-прежнему остаются проблематичны, и по-прежнему с ними требуется определенная работа. Ну вот если я сейчас поставлю, вот так распределяются данные по аргументам, ноль набрало 55%, то есть больше половины не набралось за аргументы ничего вообще, да, и аргументы пишут те, кто писать умеют, интересно, что, ну ведь легче же набрать один балл за аргументы, чем за четыре, правда ведь по логике, но оказывается, либо ты не умеешь писать аргументы, либо ты пишешь их вот шикарно, на три, на четыре балла, в промежутке ничего нет, что о чем это говорит, мне кажется, это говорит просто вот о нашей работе, либо сильные научились писать, и мы их научили с вами писать, эти аргументы, либо им вообще неизвестно, как их писать, что это такое, вот эта специальная работа учителей, она дает себя знать, раньше ничего такого не было, раньше не умели писать еще больше, распределение по данным аргументов было, ну вот средненько 10, 9, 10, 8, 9, 7, 10, 7, было равно, теперь 4 балла, это в три раза больше, чем 6 баллов, возможно, ну вот мне кажется ответ на это только один июнь, те, кто учился, учился до самого конца, и лез высокобальники, вот они здесь, это 3-4 балл, это отличительная черта этих самых высокобальников, но говоря о сочинении, говоря о сочинении, вот эти баллы за сочинение, что мы не умеем писать, если мы говорим опять-таки о высокобальниках и прочих товарищах, но мы видим, что 2 балла за указание событий получило 4 пятых, молодцы, и личности, как неплохо, уже 43% получило по 2 балла за личности, это вообще больше, чем 0, и 54% получило за причинно-следственные связи, теперь вот интересно, что, оценка периода 46, она вполне практически такая же, как и личности, то есть оценку личности пишут сложнее, 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 сложнее всего, вот, обращаю внимание на то, что наши ребята начинают писать очень грамотно, то есть раньше было до этого года 2 балла за сочинение, вернее, за ошибки, если теперь находят хотя бы одну ошибку, снижают 1 балл, 2 ошибки, 2 балла, 3 ошибки, 3 балла, вот этот третий введенный балл, 30% каждый третий написал с точки зрения экспертов безошибочно, совсем, да, то есть они преодолели вот эту часть и безошибочно написали, еще раз, если мы говорим о тех, на что мы обращаем внимание, мы обращаем внимание на личности и на оценку, да, значения периода по истории России, вот у нас две вещи, которые продолжают западать, но выборы периодов, как видите, в основном выбрали Павла и Горбачева, ну вот Павел первый, Горбачев первый, да, это примерно одинаково, а, например, вот там Василия третьего, никто не хотел, пять процентов, кто писали по нему, ну и вот это то, что мы можем сказать, можно ли эту презентацию, да, можно, мы с удовольствием ее дадим, сейчас я ее туда положу в наш чатик, который будет здесь, и соответственно еще несколько файликов, вот она, вот она уходит, и я еще сделаю пару, парочку, 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 сейчас вот еще два файлика положу, которые у нас здесь, значит, что бы еще бы я хотел сказать, но вы все знаете, что я работаю кроме АПО еще и в Эксперте, это образовательный центр, ну вот у нас возможно многим из вас пришло от меня письмо с приглашением, с видеоприглашением на день открытых дверей, который был у нас в субботу 12-го числа, вот сейчас у нас пришло там 18 человек учителей, несколько десятков учащихся, завтрашнего дня мы открываем наши курсы, они по-прежнему вообще являются достаточно привлекательными, на первой неделе у нас открывается 48 групп подготовки к ЕГЭ, и Вероника Семенова среди многих других висит у нас на такой нашей доске почета, в этом году у нас 140-90 баллов плюс, ученики, которые выдали эти результаты, это такое классное хорошее качество, как мне кажется, и поэтому в том числе тянутся и к нам, поэтому даль, из которой приходится ездить, Красносельский район, где Красносельский район, а где Синная, ничего, Вероника ездила по два раза в неделю, включая воскресенье, занимаясь там по обществу знаний с Владимиром Владимировичем саморуком, потом были дистанционные занятия и добилась этого Мир Мошина Настя позапрошлом году, ну вот в прошлом, да, в девятнадцатом году свои 93-89 набрала и забрала и тоже Красносельский район, и тоже ездила, и тоже занималась, поэтому для ваших детей, для ваших ребят 20 сентября это воскресенье с 13 часов мы проводим день открытых дверей у нас, пусть приезжают, пусть записываются, пусть получают скидочки, мы рассылали, мы по-прежнему выходим, завтра продолжаем выходить с рассказами для ребят о наших результатах этого года, мы по-прежнему как и в прошлые годы бесплатно проводим пробные работы и с их проверкой экспертами и анализом, но в этом году мы делаем чуть иначе, мы вызываем тексты работы, вы проводите, мы их проверяем и привозим и выступаем с вами с результатами по этим работам, ну и также у нас остаются мастер-классы для ребят с выездом, это как писать примеры по обществу о знании, как писать план, как писать сочинение по обоим предметам, это то, что есть в нашей обоине, ну книги я вам выслать не могу, но те файлы, которые мы раздавали приезжавшим к нам 12-го учителя, они здесь есть в чате, что это такое, это термины в анализ Виктора Геннадьевича Мордасова тех понятий, которые были на ЕГЭ разных лет, и совет, как их учить, и второе, это 16 сочинений на 6 баллов, вы знаете, у меня был такой любопытный опыт, у меня был в этом году стобальник такой, медаль, Аль Курт, и он в июне учился на курсе сочинений онлайн, в репетиторской империи Виктором Медведев есть такие онлайн курсы, ну вот, я его учил писать по уму, а он, а там его учили, вот есть идеальное сочинение, выучи его, я напиши на экзамен, и он потом написал такой сравнительный анализ, и он сказал, что если ты идешь вот на сотку, то конечно можно уметь писать самому, но вот все равно неплохо бы иметь такие сочинения под рукой, в общем, когда ваши дети научатся писать, тогда можно будет дать и это. Спасибо, Константин Олегович, мы заканчиваем, общение с вами, время вышло наше. Хорошо. Да, спасибо большое, вам успехов, ну а мы так будем тоже с вами на связи. Спасибо. Всего доброго. Так, мы выходим на аудиторию, на аудиторию вышли? Уважаемые коллеги, ну вот у нас такой первый опыт общения с вами состоялся в этом году, надеюсь, что вам очень понравилось и мы будем продолжать с вами такого рода общение. Ну что, определенные удобства ведь в этом есть для вас, но могу сказать, что как-то сначала, конечно, это сложновато все, но, наверное, всему можно научиться, так что будем учиться новым формам общения, я вам желаю успехов. Не забывайте, пожалуйста, что отчеты по антикоррупционному воспитанию и образованию никто не отменяет, но это я вам уже поподробнее потом напишу по электронной почте, что мы будем делать и как, потому что ноябрь, вы знаете, это месячник правовых знаний и, пожалуйста, так сказать, поставьте свои планы, какие-то мероприятия, которые вы понимаете, что в ноябре придется описывать. Приглашайте людей в школу по согласованию с администрацией, естественно, если это позволит наш удаленный вариант. Всем успехов! А? Что именно? А, презентация. Ну, во-первых, если у вас есть какие-то вопросы или вам что-то непонятное, то, пожалуйста, пишите, как я уже сказала, в плане сентябрьском нашем, который вы можете на сайте МЦ увидеть, там написано «История общества знания», на нашем сайте есть ссылка на Google-форму для индивидуальных консультаций. Пишите, я вам все отвечу. А сейчас мы заканчиваем, время закончилось, сейчас наступит время учителей русского языка, литературы. Всех благ, всего доброго, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok